Атомный ледокол Чернобыльская катастрофа, масштабы которой стали особенно заметны с расстояния нескольких лет, перевернула отношения людей к атомной энергетике. Стали звучать предложения вообще ликвидировать эту отрасль. Остановить и все. Казалось бы, чего проще? Здесь в карьере прикаспийского горно-металлургического комбината добывают урановую руду. Представить себе прекращение ее добычи совсем несложно. А как в нашем воображении может выглядеть остановка, например, ядерного комплекса, который опресняет морскую воду для города Шевченко на Каспии, снабжает электричеством жилые дома и промышленные предприятия? Продукция АЭС это самый чистый и самый удобный вид энергии. Но ведь в реакторах уран. Радиация естественно пугает людей. Именно эта опасность, которая все еще остается для многих таинственной и непонятной, является главной причиной широко распространившейся сегодня ядерной аллергии. Все, однако, познается в сравнении. Замеры уровня радиации даже в непосредственной близости от АЭС показывают значения, близкие к природному фону, который колеблется от 8 до 16 микрорентген в час. Почему же здесь, в центре Москвы, прибор регистрирует уровень радиации около 80 микрорентген в час? Соколь высотного здания облицован гранитом, в котором обычно содержится природный уран. Но не волнуйтесь, это не опасно. Опасность представляет выброс радиации в результате аварии на АЭС, такой, как в Чернобыле. Какие же практические уроки извлечены из аварии 1986 года? Во-первых, резко снижен запас реактивности, чтобы ни при каких обстоятельствах дело не могло дойти до взрыва. Значительно усилена автоматика контроля. Приборы способны в случае необходимости быстро привести в действие механизмы защиты. Во-вторых, увеличено количество стержней защиты, которые сдерживают, а при необходимости прекращают ядерную реакцию. Да и опускаются они теперь реактор почти вдвое быстрее. В-третьих, за счет снижения мощности реакторы работают в менее напряженном, то есть в более безопасном режиме. Еще один путь безопасности — это изоляция энергоблоков от окружающей среды. Во время тяжелой аварии на Три Майл-Айленд, США, подобный купол предотвратил выброс радиации наружу. Главным действующим лицом на АЭС остается человек. Для высокопрофессиональной подготовки персонала созданы специальные учебно-тренировочные центры. Отбор будущих операторов АЭС включает несколько этапов и весьма строк. Цель обучения — дать основательную теоретическую, психологическую подготовку, научить действовать быстро, решительно, четко и ответственно. Работающие ныне АЭС проектировались много лет назад. Наука, между тем, на месте не стояла. Институт атомной энергии имени Курчатова. Здесь в отделении ядерных реакторов работают над концепциями АЭС нового поколения. Цель исследований — создание реакторов, наделенных самозащищенностью и способностью к саморегулированию. Реактор на быстрых нейтронах Одна из перспективных разработок — реактор на быстрых нейтронах с охлаждением расплавленным свинцом. Его достоинство — отсутствие высокого давления в первом контуре охлаждения. Но главное — ядерный взрыв просто невозможен, так как в случае аварии все ядерные реакции самопрекращаются. Еще одна идея — охлаждение шаровых тепловыделяющих элементов расплавленными солями. Выброса при разрыве контура не произойдет. А здесь в качестве теплоносителя выступает раствор ядерного топлива в расплавленных солях. Цель та же — максимальная безопасность. Как известно, абсолютно безотказных систем нет. Но добиться аварийной ситуации в таких реакторах экспертам разных стран не удалось. Доля атомной энергетики в развитых странах нарастает. В США она составляет 15,6%. В Японии — 27,8%. В Германии — 34,3%. Во Франции — 74,6%. Почему же мы отстаем? Человечеству нужен океан энергии. И потребность в ней все возрастает. Десятки лет задолго до появления атомных электростанций люди самыми разными способами добывали энергию, не задумываясь о последствиях. И вот звонок. Последний звонок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok